друзья всем большой привет мы на даче посмотрите у нас выпал снег вчера даже как-то приятненько все беленькое такое но конечно же все равно хочется побыстрее что пришла весна как не будет больше высокой температуры но через неделю у нас может быть все совершенно по-другому вот сейчас пойдем в дом я вам покажу что мы там делаем что мы купили мы наконец-то купили духовку относительно недорогую купили потому что это все-таки дача и нам там супер-пупер какие-то изыски здесь не нужны и серёжа также продолжает дальше разбирать комнату долгий процесс многие из вас спрашивали зачем мы это дело зачем разбираем нельзя ли просто покрасить нет нельзя если мы хотим чтобы было все хорошо чтобы стыки были до поплотнее чтобы меньше щели было чтобы дерево лучше смотрелось до выглядела то лучше все эти манипуляции сделать серёжа говорит о том что конечно ему не хочется делать конечно это все сложно и затянулось намного дольше чем мы ожидали но опять же как он говорит лучше один раз делать хорошо да чем потом через время мы будем все это переделывать посмотрите с крыши сегодня буквально сполз сам снег я очень рада то что теплица простояла и придется нам в этом году покупать пленку так что первый год можно отметить вот как-то так снежно снежно у нас хорошо но на улице действительно тепло ладно пойдемте в дом видите духовку мы купили она стоит на своем законном месте я кстати заранее извиняюсь если будут посторонние звуки потому что у нас посудомойка работает боюсь потом вообще не сниму значит духовка вот такая вот вот этой вот фирмы оказывается это на россия вот и мы не самую дешевую покупали обязательно у меня обязательно я хотела чтобы была конвекция здесь вот таймер у нас и собственно говоря градусы то есть такая относительно обычная духовка здесь еще кстати два противень идет один вот такой другой черненький и решетка вот кстати я первый раз вижу духовку чтоб здесь вот так вот на дверце было написано температура такой какой продукт и так далее на сколько минут нас такого нет вот но это в принципе не обязательно ну как подсказка почему бы и нет кухня у нас можно сказать готова вот такие вот у нас дела это люстра с маленькой комнатки я протерла потому что она пыльная была духовку пока не тестировали только я ее помыла изнутри и также мы ее поставили на максимальные градусы 250 и на 30 минут как было написано инструкции да для того чтобы там от чего-то она очистилась но собственно говоря на следующих выходных или на 23 я думаю что мы уже будем что-то в ней готовить духовка просто мне чем нравится тем что поставил готовится и на какое-то время можешь не беспокоиться о том что у тебя там что-то сгорит не нужно стоять возле плиты духовка в этом плане очень удобно знаю что есть люди которые вообще не готовят духовке но мне кажется только нужно начать и вы посмотрите как это удобно и экономит ваше время ребят покажу вам что серёжа сегодня сделал вот таким вот образом потолок тоже весь снял и эта комната стала похожа на комнату для сумасшедших знаете как в американских фильмах показывают когда все стены мягкие что хочу сказать у нас когда последняя бригада менялась мы с ними вот поговорили вы сказали что мы вообще думаем о том застройщике об этом мужчине на который собственно говоря держал эту фирму он говорит слушайте мы тоже с ним работали и больше перестали работать это уже вот вы последний объект да с кем он они будут работать потому что ну не добросовестный до застройщик и выяснилось да то что они очень плохой утеплительное нам положили поэтому мы им доплатили и они нам внешние стены уже переложили хорошим утеплителем и вот мы как раз открыли эту стену и муж говорит действительно но очень то есть она вообще не как не проваливается вот рука и за вагонку невозможно даже руку просунуть поэтому вот они конечно молодцы поработали эту стену мы пока еще не смотрели но у нас серёжа идет спор он говорит то что сайдинг я ему говорю то что сайдинг на этой стене с внешней стороны уже лежал поэтому они его не переложили а с этой не лежал он говорит они должны были по кругу сделать в общем мы не знаем кто из нас прав кто виноват но это уже на самом деле неважно съездили в магазин купили вот эту пленку пароизоляционной или как она правильно называется и также закупили утеплитель да вот этот утеплитель какой-то наверное оставим какой-то добавим вот новый которые купили и еще купили также краску друзья там где купили вот эту вот пленку купили также краску вот видите у нас здесь серые стены белые такие уголки и белый потолок в принципе у нас также как и его здесь на кухне решили все-таки ту комнату также сделать серой точно такого же цвета это же краска многие кстати спрашивали aquatex candy называется альпийская да вот смотрите альпийское утро называется эта краска и вот это вот двухлитровую банку мы в нашем соседнем магазине здесь в поселке купили за 1051 это очень дешево он распродает остатки хотя в магазине в котором мы раньше брали сейчас стоит эта краска 2000 там чем-то рублей то есть нам очень даже повезло и сейчас пойду на второй этаж схожу и посмотрю если у нас белая краска мой что-то осталось предыдущих баночках если что поедем еще докупим так что нам грубо говоря хоть на краски повезло и мы сэкономили так здесь не правда нас темновато ничего смотрите ребят сколько краски нашего конечно они здесь не полные то есть вот она серая есть судя по ощущениям здесь где-то половинка здесь точно так также это белая белая кстати называется айсберг вот и есть еще по баночке целой белой и серой краски так что значит не поедем покупать а если даже на что-то останется то мы обязательно эту краску на что-то используем краска действительно нам понравилось но по крайней мере для деревянных стен которые у нас отшлифованные точно точно работает и хорошо ложится лучше конечно красить валиком дерево тогда не остается никаких полос и краска ложится очень хорошо ну что друзья серёжа снял вот эту вот пленку которая была видите вот здесь не хватает утеплителя вот этой толщины до которая должна быть вот здесь просветы вот здесь просветы и он достаточно такой мягкий мне конечно рукой лучше это не трогать вот там посмотрите сверху видите пустота ой кошмар просто ужас видите просто ну как бы между комнат можно и натяпля положить вот в этом месте вообще как видите ничего нет да по напихивали да серёж лишь бы напихивать для мышей свободное передвижение надо лази них смотрите видите какие пустоты поэтому до мышам по кайфу в таком влазить вот здесь они не будут они даже не пролезут там а вот в таком пожалуйста будьте добры да вот здесь вообще говорю пустота да просто запихнулись а вон сверху смотри вот здесь как раз мыши грызли а здесь как красота страшная сила ну вот друзья подтверждение да то что мыши ну мы и знали это в принципе где-то у нас были вот пожалуйста видите как это фекалии правильно давай перчатки серёж но потому что это ты расстелил до чтоб скидывает сюда что-то выносить придется упаковывать у нас уже утро хочу снять вам что мы в итоге сделали в итоге вот эту стену переложили утеплителем у нас правда осталось еще 22 вот этих пака с утеплителем здесь мы не стали перекладывать я вам говорила что сделали там все хорошо до этого рабочий также это есть эта стена все-таки в новом утеплителе из в этой комнате мы не будем перекладывать только вот эту стену но даже вот вчера если помните здесь очень сильные щели были все было не очень хорошо в общем сейчас стыке хорошо скреплены все серёжа сделал от шлифует и будет вообще красота возможно вам на видео не видно разницы но мы ее сто процентов заметили насколько большие щели были вот здесь видите вот там сверху хочу вам показать подальше комната вот смотрите как выглядит потолок мы не стали перекладывать но он и так в принципе хорошо был сделан если там старый утеплитель остался но ничего страшного он хорошо набит вот останется нам сделать эту стену эту и потом уже потолок единственное я не знаю как мы будем потолок возможно сначала шлифовать и потом красить потому что красить потом прибивать вот стоя и смотря вверх и руки когда вверху это очень тяжело но в любом случае вообще серёжа большой молодец надо будет вам знаете когда мы полностью закончим эту комнату показать вам все как здесь будет выглядеть я думаю получится очень классно по сравнению с той комнатой которая была кстати друзья еще с тепличной кладовки взяла стаканчики поддоны для того чтобы пересаживать пикировать рассаду в общем так и еще кстати хотел сказать мы здесь вместо магазине но не сегодня может быть три недели назад купили лопату вот взяли за 813 рублей вот здесь цена видите маркером написано точно такую же лопату серёжа заказывал на яндекс маркет за 1400 рублей и она в итоге так и не пришла поэтому вот взяли такую лопату мы все-таки решили что мы будем брать только железные кстати достаточно сложные найти я вам так скажу в основном продаются пластиковые на пластиковые ломаются особенно если снег тяжелый так что берите на заметку ищите особенно в местных магазинах где-то возле дач есть конечно подороже магазины есть подешевле но мы уже знаем где нужно покупать где приемлемая цена так что да вот так вот здесь у меня кстати гортензия растет видите я надеюсь что в общем она не сломалась и осталась жива сильно много снега ну может быть даже это хорошо следующем году конечно вот эти шапки буду на гортензиях метельчатых срезать потому что их сильно снегом прибивает все таки когда гортензия была поменьше таких проблем не было сейчас видите она уже такая высокая я тут там на яндекс цен подписалась на женщину у нее столько роз я не за миллион роз и гортензии высокие большие и я надеюсь что у меня тоже будет такие красивые гортензии все ты собралась давай веточки все срежут эти мелкие с каждым годом гортензии становится все лучше и лучше главное главное иметь терпение либо сразу какие-то большие кусты покупать но они баснословных денег стоят так что дорогие друзья мы едем домой увидимся с вами обязательно уже в следующих видео обязательно еще одно видео на этом канале будет я вам покажу как мы сделали стеллаж подсветку и какие покупочки роз я сделал в леруа мерлен там розы по очень привлекательной цене и хоть я уже говорил что я не буду сажать розы я все-таки решила взять потому что цена хорошая и розочки мне понравились и плюс когда еще на канал этой женщины подписалась и у нее столько роз и это так красиво смотрится думала что думаю что я все-таки выдержу укрытие надо все-таки более собрано к этому подходить главное заранее подготовиться так что да друзья мы едем домой до новых встреч и всем пока пока